Перед началом этого ролика я бы хотел сделать небольшое информационное включение. Я хочу рассказать вам о нашем лыжном магазине Shooting Skate Shop. Мы предоставляем возможность подобрать лыжи под профессионалов и профессиональных любителей. Лыжи высокого класса и любых брендов. Это Fischer, Machos, Salomon, Atomic, Rossignol. И также мы занимаемся спортивной экипировкой и продажей спортивного питания спонсор. Кого заинтересовало данное предложение, переходите в наш телеграмм-канал, ссылка на который будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами канал Shooting Skate Shop, я его ведущий Никита Лукашев. На своем канале я хочу сделать вас сильнее и помочь вам в достижении ваших спортивных результатов. Сегодня мы записываем обзор, наконец-то, на карбоновые коньковые ботинки Salomon и Slav. До нас на ютубе ничего обзора на них не снимал, только на классическую версию выпускал. Это когда-то уже достаточно давно ролик Максим Топтынский, но сегодня мы поговорим про коньковую версию этих ботинок. И наша задача, во-первых, моя задача рассказать о составляющих этого ботинка, характеристиках. А дальше уже Аделия, кто как раз-таки использует эти ботинки, вам расскажет про опыт эксплуатации, как они сидят на ноге, что чувствуется при эксплуатации и в целом расскажет о переходе с обычных ботинок, скажем так, уровня Carbon Light, предтоповых, некарбоновых, на карбоновые ботинки. Ну, начнем с того, что это, во-первых, как мы поняли, верхняя модель, полностью сделана из карбона, и она самая легкая, скажем так, в линейке Salomon. Соответственно, я до этого сам использовал карбоновые Rossignol, Xium Premium и Fischer Speedmax, буду делать сравнение по сравнению с ними на вид. И немного расскажу про технологии, которые используются в этом ботинке. Ну, во-первых, что мы имеем? Мы имеем достаточно реально легкий ботинок, по ощущениям он полегче, чем, чуть-чуть полегче, чем Fischer Speedmax. Он где-то, наверное, до 500 грамм, где-то плюс-минус 450, даже, наверное, меньше. Но у меня на два размера ботинки больше, из-за этого плюс-минус, мне кажется, на деле они на самом деле будут одинаково по весу находиться. Во-вторых, они имеют водонепроницаемую Klima Waterproof Salomon мембрану сверху, что достаточно прикольно, потому что я сам уже давно использую кроссовки лиговые Salomon, и она реально не пропускает влагу. По крайней мере, на тренировках при свежем снеге это должно помогать. Вода не будет просачиваться у нас в ботинок. Соответственно, карбоновое шасси, которое поддерживает у нас ногу, тоже достаточно легкое. И что я замечу сам, у них сама вот эта скрепа и, соответственно, фиксатор, он сделан из более добротных материалов, чем у Fischer. Потому что у Fischer это просто такая тряпочка, которая начинает, скажем так, шелушиться со временем, и ее не хватит на так долго, как у Salomon. Ну и по качеству мне это, конечно, больше нравится, потому что она реально сделана настолько добротно, что хватит ее на несколько сезонов, думаю, без всяких проблем. Ну и, по сути, фиксация, думаю, с ней будет получше, потому что здесь есть еще один фиксатор, потому что на Fischer'ах фиксируется ботинок просто липучкой. Тут у нас есть фиксатор нормальный, который хорошо будет держать и затягивать ногу. Тут, конечно, плюс в копилку Salomon. Во-вторых, мы достаем оттуда чуни, так называемые. У нас, у Salomon, что самое интересное, это единственный ботинок, который делает вот такие вот внутренние сапожки для, соответственно, верхней и предтоповой модели. В принципе, я не знаю, насколько это эффективнее, потому что у остальных ботинков такой темы нет. Там вставляешь ногу и все, грубо говоря, затягиваешь и пошел. У Salomon есть вот такой валеночек, который мы, соответственно, вставляем уже в саму оболочку карбоновую. Но, как правило, это у нас будет достаточно, ну, должно быть потеплее, чем у тех же фишеров на деле, потому что сделано из термоматериалов, соответственно, которые отводят влагу и так далее. Что мы имеем внутри? Внутри у нас куча карбона, карбоновая все как бы подошва, достаточно мощные крепежи. Они растянуты почти на всю подошву, ну, верхний крепеж, что достаточно интересно, в отличие от фишеров. Ну, и, соответственно, пятка тоже приделана, достаточно все качественно, думаю, ничего, ну, как бы не отлетит, как на рассеньевых. Не должно быть никаких проблем, потому что ботинок используется уже где-то порядка месяца-полтора, начиная со вкатки в конце октября. Соответственно, внутри мы имеем фирменную фиксирующую стяжку Квик-Лак. Она используется почти уже на всех кроссовках, ботинках. Ее уже, блин, настолько долго проверяли, что она достаточно хорошо держит ногу. Но единственное, тут Аделия сказала, что она растягивается в течение тренировки, но, скорее всего, она просто не до конца затягивает, потому что, на самом деле, любые карбоновые ботинки, что спидмак, что рассеньем, в течение тренировки они начинают немного разбалтываться. Все равно фиксации не хватает, и она начинает ослабляться. И поэтому желательно затянуть прямо до нельзя эту фиксирующую стяжку, что на фишерах, что на соломонах, что на рассеньелах. Поэтому тут не суть важна. Сейчас Аделия подойдет. Давайте... Ну, или я подойду к камере. Давайте посмотрим, что у нас есть внутри. Надеюсь, тут видно. Сейчас на свет выйдем. В принципе, достаточно качественный карбон. Хотелось бы все показать. Достаточно такие, я бы даже сказал, не мягкие, а грубоватые материалы. Это прям чувствуется то, что оно нигде не развалится, нигде швы не разойдутся, потому что прям чувствуется то, что, ну, все сшито, сделано реально по-европейски. Ну, и, соответственно, все ботинки лыжные производятся, как правило, Болгария, Румыния, ну, в европейских странах. Ну, соответственно, вот эта застежка, она сделана из кевлара, и, как правило, она, ну, одна из самых надежных. Она не рвется, не рвется. Но показывает практика, что на кроссовках Соломон через 4-5 лет использования она все-таки может ворваться. Но, соответственно, что я скажу в целом. По виду, по дизайну мне они нравятся. В принципе, конечно, не очень так гармонично будут выглядеть с фишерами, потому что у нас только фишера, боевые пары. Но, в принципе, по использованию Соломон очень многие рекомендуют. Вот очень многие про них положительно отзываются, и поэтому, в принципе, думаю, имеет место быть, как боевые лыжные ботинки для пользователей. Ну, в принципе, что касается цены, я тоже озвучу. Цена на них сейчас где-то порядка 55-60 тысяч, и, наверное, это подешевле чуть-чуть, чем последний фишер Helium ботинки 3D-шки верхние, потому что где-то Helium стоят, начиная от 65-70 и заканчивание в магазинах официально где-то до 75-80 цены. Самый, наверное, бюджетный это Россиньол ботинки из всех, но Соломон и Спидмакс идут в один ряд, потому что реально Соломон сделали, ну, как я вижу, и на ощупь реально качественный ботинок, качественную вещь, которая будет радовать, соответственно, в эксплуатации. Всем привет! Сейчас слово передали мне, и я бы хотела больше внимания обратить на момент того, что переходя с обычных, более простых ботинок, типа Carbon Light или каких-нибудь спальнах, на такие твердые, серьезные ботинки, на которых бегают серьезные ребята, серьезные спортсмены. Ты себя считаешь серьезным спортсменом? Ну, если я пришла на такие ботинки, все-таки хочется приблизиться. К уровню посерьезнее. И, кстати, оцениваем варежки. Купила на озоне. Вот. В морозы очень хорошо. По поводу ботинок. Когда я на вкатку приехала и первый раз их надела, мне сначала очень понравилось, что сама скоба, вот эта верхняя, она очень... С виду она кажется такой большой, объемной, но на самом деле она очень сильно облегает ногу и фиксирует именно голеностоп. Потому что до этого я каталась в Carbon Light, и когда ты липучку залепляешь в верхнюю, вообще нет ощущения, что у тебя нога прям зафиксирована. Вот здесь совсем другая история. Здесь ты прямо вот каменно стоишь в своем ботинке, он от тебя никуда не уедет, нога не будет подворачиваться вовнутрь, потому что это очень частая ошибка, когда вот такое происходит. В этих ботинках такого с вами не будет. И беспокоить эту проблему скорее всего перестанет. Но... Техника лучше становится. Ну да. Но покатаясь на них около трех дней, у меня начали болеть вот эти места. Вот здесь очень твердые материалы. И внутренняя вот эта чуня, как Никита сказал, она сделана не из мягких материалов, там тоже есть твердые вставки, которые на самом деле тоже имеют значение. При фиксации они играют важную роль. И когда я делала ускорение, вот у нас начались первые посерьезнее работы, я начала понимать, что на гонках, скорее всего, у меня будет болеть вот эта часть стопы, вот эта, где выпирает косточка. И на самом деле не очень приятные ощущения, но болезненные ощущения проходили на следующий день, то есть я выходила снова так свеженькая. И не было такого момента, что какие-то мозоли и так далее. То есть в плане удобства, наверное, это лучше, чем спидмаксы или гейлюмы. Вот у тебя были какие-то эти мозоли? Нет, у меня на самом деле нет. Но я уже давно сижу на карбоновых ботинок, потому что у меня уже привыкание прошло, и я просто их постоянно использую. Ну вот я знаю, что девочки, которые пользуются именно, кто перешел на фишер, спидмаксы, гейлюмы, они очень сильно жаловались на мозоли. И я думала, при переходе мне так же будет тяжело с этим справляться, но вообще никаких проблем не возникло. То есть по удобству просто 10 из 10. Да, есть какие-то недочёты, но ботинки очень твёрдые, и это просто не может не повлиять на какие-то техники, на движение и так далее. Вот. После недели использования я уже к ним привыкла, и вообще без проблем всё каталось. То есть в конце вкатки уже чувствовала себя уверенно на них, но уже начались проблемы, когда появились уже температуры, начали падать. Я начала понимать, что ботинки на самом деле не такие уж и тёплые, как я ожидала. Потому что при выборе я, к слову, склонялась в том плане, что из-за этой внутренней... Этого сапожка думала, что они будут теплее. Но по сути... Ну нет. То есть при холодной погоде, при морозах, на комплексных, пальцы у меня, конечно, замерзали. И ещё сказывается момент, когда затягиваю эту внутреннюю, урок, то пальцы анимевают, и кровь хуже поступает к конечностям. Поэтому они мерзнут ещё быстрее. Но не затянуть я не могу, потому что они расслабляются. Пока я не совсем научилась пользоваться вот этой вот фиксирующей штучкой, потому что у Никиты на кроссовках она есть. Наверное, он уже ей умеет пользоваться. Я пока с ней ещё не подружилась до конца, но уже на стадии. Так что надеюсь, что скоро меня это проблемам беспокоить не будет, и всё будет в порядке. Ну а так, для утепления, я считаю, надо брать либо стельки какие-то утепляющие, которые, кстати, везде продают почти, либо с мехом, либо специальные разогревающие. Я, кстати, купила вот, когда морозы будут, обязательно проверим. Может быть, даже Телеграм что-то надо записать по их поводу. Вот. И так, бутинки очень нравятся. Ну всё круто, классно. Деньги есть, берите. Будете довольны. Очень красивый дизайн. Я не думаю, что они будут как-то плохо смотреться с лыжами Фишер. Мне кажется, всё в порядке. Коллаборация будет. Вот. Всем спасибо за внимание. Всё, пока.